Глава республики Михаил Игнатьев также рассказал об участии чувашской делегации в официальных российско-японских мероприятиях, прошедших 29-30 апреля в Москве. Наша республика стала одним из немногих российских регионов, приглашенных на экономический форум и прием в посольство Японии, где состоялась встреча Михаила Игнатьева с премьер-министром страны восходящего солнца господином Синдзо Абе. Японо-российский форум «Поиск возможностей для более широкого сотрудничества» прошел в рамках официального визита в Москву премьер-министр Японии Синдзо Абе. За всю историю отношений между нашими странами это первое столь масштабное событие. Вместе с премьером приехала многочисленная делегация бизнес-сообщества страны восходящего солнца. В работе форума приняли участие 120 представителей крупнейших японских компаний. Мы должны обогатить сотрудничество наших стран новыми достижениями. Надеемся, что японский опыт послужит повышению качества жизни россиян. Первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов отметил, что российская страна придает большое значение построению эффективных партнерских отношений с японским бизнесом. В России высоко ценят те достижения, которые есть в Японии. Японское общество достигло многого за последние десятилетия. Мы хотим поделиться тем, что есть в России. Помимо полезных ископаемых и необъятных просторов, в России есть очень талантливые люди. И мы приглашаем японские компании к совместным проектам не только на Дальнем Востоке и в Сибири, но и в любых других регионах, которые будут интересными для японских предпринимателей. В знак подтверждения своих намерений японская страна презентовала на форуме множество проектов в сфере сельского и лесного хозяйства, рыборазведения, городского хозяйства, здравоохранения. Отдельное направление – презентация японской кухни в осёку. Как заметил господин Синзо Абе, жители страны Восходящего Солнца едят не только суши. Их пища гораздо разнообразнее. При этом она натуральная, низкокалорийная и сбалансированная. Известно, что в Японии самая высокая в мире продолжительность жизни – в среднем 83 года. И самое низкое число людей – больных ожирением. Около 4%. У наших народов есть похожие пословицы. Кто ест из одного котелка, становится ближе и роднее. На весеннем приёме, устроенном в посольстве, премьер-министр Японии и глава Чуваши обсудили возможное направление сотрудничества и обменялись визитными карточками. Уже можно говорить о перезагрузке российско-японских отношений. Эта мысль в последние дни звучит всё чаще. Премьер-министр Японии известен как политик, настроенный на активное партнёрство с Россией в целом и с регионами в частности. Со своей стороны, Чувашия готова к расширению деловых связей. У нас намётки есть по твёрдым бытовым отходам, у нас намётки в сельском хозяйстве, у нас намётки в медицине. Я уверен, что в среднесрочной перспективе один из проектов у нас будет реализовываться на территории нашей Чувашской земли. А мы, органы власти, создадим благоприятную среду для того, чтобы они чувствовали комфортно на Чувашской земле и могли реализовать свои идеи и свои проекты. Напомним, по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синзо Абе был подписан ряд совместных документов о сотрудничестве в инвестиционной сфере. В частности, планируется создание российско-японской инвестиционной платформы между Российским фондом прямых инвестиций, Внешэкономбанком и Японским банком международного сотрудничества объёмом 1 миллиард долларов. Эти средства позволят внедрить в нашей стране передовой японский опыт в жизненно важных сферах. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов для программы «Республика» из Москвы.